В этом году увеличилось количество административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Если в первой половине 2018 года было составлено 80 протоколов, то за 6 месяцев этого года к административной ответственности привлекли 117 человек. Было выявлено 9 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В этот же период времени, 2018 года, 13 преступлений было выявлено. Сбытом 5 преступлений было выявлено в этом году, а в прошлом году 7 было выявлено. С начала этого года на освидетельствование по признакам наркотического опьянения было направлено 92 человека. У 37 из них анализы показали положительные пробы. Но, как пояснили в прокуратуре, это не значит, что остальные были задержаны ошибочно. Дело в том, что наркодельцы постоянно меняют состав психотропных и наркотических веществ. Они постоянно вносят в формулу наркотического вещества изменения. И получается, постановление правительства Российской Федерации утверждено как раз перечень наркотических средств. И получается, что изобрели только что, а еще и не внесли туда. В суде было рассмотрено три уголовных дела по всем вынесении обвинительной приговоры. В КВ-50 на учете состоит 248 наркозависимых саровчан. Из них один несовершеннолетний. Прокуратура постоянно координирует деятельность правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В рамках этой деятельности в нашем городе был сформирован специальный штаб. Полагаю, вот эти цифры, они, возможно, сказались работой этого штаба уменьшения показателей, потому что штаб начал действовать с августа 2018 года. Работа в области противодействия сбыту, приобретению, склонению к потреблению, незаконной рекламе и пропаганде наркотических средств ведется постоянно. Сообщить о том, где торгуют смертью, можно анонимно через специальные ящики, которые находятся в некоторых медицинских учреждениях и торговых центрах нашего города. Также саровчане могут помочь с блокировкой сайта, занимающихся противоправными действиями. Для этого нужно зайти на официальный сайт Роскомнадзора и во вкладке «Блокировка интернет-страниц» заполнить соответствующие поля. Всю полученную информацию ведомство проверяет, и если на сайте есть запрещенная информация, то его блокируют.